Здравствуйте, друзья! С вами Александр Птичкин, автор сайта multorocket.ru Сейчас вы смотрите короткий видеоответ на ваш вопрос Как объединить два файла Anime Studio Pro в один? Вы только начали изучение Anime Studio Pro, либо не только начали, но создали одного персонажа в одном файле, другого персонажа или какую-то сценку в другом файле и их нужно как-то свести вместе в один проект, в один мультфильм. Как это сделать? Через 10 секунд я отвечу на этот вопрос, но я бы не тратил свое время, если бы просто хотел на него ответить. Поэтому в этом уроке я также и отвечу на вот такой вот вопрос Как правильно подстроить работу программы Anime Studio Pro, чтобы не испортить ваших персонажей? Вот давайте вот таким вот образом. Итак, 10 секунд. Итак, вы открыли проект Anime Studio Pro. Допустим, вы создаете здесь свой мультфильм и хотите сюда что-то импортировать. Просто берете этот файл, перетаскиваете на рабочее окно, здесь ставите галочки, если у вас много слоев в этом файле. Какие слои хотите импортировать, такие ставьте галочки. Вы ставите галочку, нажимаете ОК, и вот персонаж импортирован. Если вы импортируете персонажа с какого-то кадра, например, 45-й, хватаемся, перетаскиваем, нажимаем ОК, и вот он импортирован с 45-го кадра. Давайте вот того я удалю, чтобы не мешал. Итак, этот персонаж импортировал у меня с 45-го кадра. Обратите внимание, что он доступен, он у меня для анимации. С 45-го кадра он уже может что-то совершать. Но самое важное, обратите внимание, что предыдущий кадр для него якобы нулевой, а в нулевом кадре мы можем создавать персонажа, но не в этом случае. В импортировании персонажа мы его создавать не можем. Видите, он у меня погас. Вот обратите внимание, что сейчас он загорается, сейчас гаснет. Это я переключаюсь, ну просто перехожу по кадрам с помощью нажатия левой-правой стрелки на клавиатуре. И это самый важный момент. Если вам в этом персонаже надо что-то подредактировать, надо что-то подделать, не надо загружать его с какого-то кадра. Если вы 100% уверены в вашем персонаже, загружайте его, когда вам надо. Вот, например, с 50-го, с 100-го, с 200-го кадра и так далее. Если вы хотите что-то подредактировать, обязательно загружайте его, стоя в нулевом кадре. И еще один момент. Если вы хотите этого импортированного персонажа, в котором вы полностью уверены, что он подходит для вашей дальнейшей анимации, что вы в нем ничего не будете больше доделывать, то для того, чтобы его подредактировать под время, в которое надо, ведь не всегда вы попадаете в нужное время. Смотрите, просто хватаетесь правой кнопкой мыши вот за эту синюю область, нажимаете на нее, держите и просто перетаскиваете слой. Этот слой перетаскивается по времени. То есть, например, получается в данном случае, что мы с 90-го кадра имеем нашего персонажа. А здесь, видите, он недоступен, он красным зажжен. И вот, смотрите, я вызываю вот эту менюшку, я его просто скрыл. И вот здесь вот на самом деле видно, какие слои, когда сдвинут. Вот у меня несколько слоев. Ну, это не несколько слоев, вот все слои, которые у меня представлены, они все существуют с нулевого кадра, а вот эту у меня сдвинут. То есть, отсюда его можно просто левой кнопкой мышки теперь уже взять и перетащить в соответствии с другим слоем. Вот таким вот образом их можно перемещать по времени и редактировать, когда какой слой, откуда начнется. На этом я завершаю этот видеоответ на вопрос. И для тех, кто хотел только его услышать, пожалуйста, закрывайте этот ролик, не тратьте ваше время. А для тех, кто хотел чуть поподробнее, давайте я расскажу об этом чуть поподробнее. Как не испортить персонажей. Итак, давайте я открою мою последнюю сценку, мой последний мультфильм и первый план. Первый план выглядит вот таким вот образом. Итак, давайте я штуку скрою, она мне мешает. Только вот не на этом режиме. Хорошо. Да ладно, пусть висит, неважно. Итак, обратите внимание, что сейчас мы видим нулевой кадр. Да, в нулевом кадре творится полный трэш. И в нулевом кадре, как вы знаете, мы создаем персонажей, закидываем все нужные нам объекты, потому что с первого кадра мы их начинаем расставлять. И вот я немножко еще откачусь. Можете сейчас, кстати, посмотреть, как выглядела эта сцена. Вот таким вот образом она у меня была создана. Хорошо. Так вот, смотрите. Допустим, мы что-то случайно перешли в нулевой кадр и как-то испортили нашего персонажа. Вот что-то с ним сделали. И хорошо, если рухнет дальнейшая анимация. Это ладно, плевать, мы ее поправим. А представьте, что рухнула сама настройка персонажа. У него написано некоторое экшено, я вам чуть попозже покажу, какие. Так вот, может рухнуть сама анимация, что сама настройка персонажа, что очень плохо повлияет на это, потому что иногда достроить кости персонажа не получается, потому что экшен уже придется все равно переписывать. Даже если вы удалите, даже если вы восстановите кость. То есть что-то может случиться с этим персонажем. Сцена сложная, в ней можно запутаться. Поэтому я вам предлагаю сделать следующее. Давайте представим, что мы открыли чистый файл аниме Studio Pro и в нем решили создать мультфильм, фаны и так далее. Все, кроме персонажей. Так вот, персонажей вы всегда создаете в отдельных файлах. Давайте я все это сделаю позакрывая. Вот у меня файлы с персонажем. Вот, например, два персонажа. Я его просто открою, я пока не импортирую. Я на него нажал, он у меня открылся. И вот, давайте я покажу, что он себя представляет. В нулевом кадре он создан. В нулевом кадре он настроен. Переходя в первый кадр, я проверял, как он у меня настроен и редактировал. И вот сейчас я просто покажу. Я не хвастаюсь риггингом этого персонажа. Просто покажу, какой риггинг имеет данный вид персонажа. Он может моргать, у него могут становиться бровки чуть посерьезнее. Это все написано с помощью экшенов. Мы все это с вами проходили. Это активный экшен в Animes Studio Pro. Прямо так можете в YouTube написать. Итак, брови могут смещаться пониже, тем самым привиденько становится злой. У него разные виды ртов, они переключаются. Итак, брови также можно сделать и вот такими. Ну, тогда он будет, например, добрый, и что-то с ним будет происходить. У него движется голова, все это настроено. Для рук у него нету никакой инверсной кинематики. Обычная анимация рук, но другая ему, этому персонажу, и не нужна. И хвост на него двигается также на автомате. Также он перемещается. Итак, вот такой вот риггинг этого персонажа. Все ключи удалены из первого кадра. Удалены и остаются только ключи из нулевого кадра. Вот такой персонаж у меня сохранен в файл Save. Просто сохранил этого персонажа. И в чем плюс, когда я его импортирую? Смотрите. Вот давайте я теперь закрою этого персонажа. Давайте представим, что здесь создана какая-то наша сцена. Ну, вот просто вот такой квадрат, допустим, это какая-то сцена нашей анимации. Сюда мы хотим импортировать персонажа. Импортировали. И теперь давайте в нем что-то испортим. Вот не знаю, удалим. Удалим какую-то кость. Это самое главное, что мы можем использовать в этом персонаже. Удалить какую-то кость. Удалили кость. Все экшены у нас перестали работать. Даже если мы восстановим по всем правилам. Даже если привяжем, они перестанут работать, потому что экшенам не нравится появление новых костей. Если на пути экшена, написания экшена к персонажу, вот в главной кости персонажа создана какая-то экшена, была кость, и она удалена, и эта кость исчезла, и потом появилась экшен, он срывается, к сожалению. Так работает программа. Но, естественно, она не может понять, откуда берутся другие кости. А эти же экшены были завязаны на всех костях программы. Так что персонажам можно что-то испортить. Ну и плевать. Мы в нем что-то испортили, взяли, удалили. Удалили этого персонажа. И импортировали заново. Вот эти два файла, они теперь полностью разорваны. Вот это отдельный файл. Это тоже отдельный файл. Он импортируем в том состоянии, в котором создан здесь. Если вам что-то нужно поделать, пожалуйста, делайте в нулевом кадре. Если не надо, то импортируйте, например, с нужного кадра его. То есть они не завязаны друг на друге, и вы его не испортите. А это самое главное, потому что персонаж очень часто портится в анимации. И бывает, что он портится так, что его уже не восстановить. А он у нас хранится отдельными файлами. Вот я даже могу зайти на персонажа, который у меня создан два года назад. Но давайте попробуем сейчас найти персонажа, который создан был давно. То есть не факт, что я его найду, но давайте попробуем. Вот, например, ну вот этот проект. Давайте импортируем сюда вот этого персонажа. У него голова горела. Нет, программа предлагает мне импортировать разные другие слова, и мне это не надо. Импортирую самого персонажа. Этот персонаж был создан у меня два года назад. Итак, вот этот концерт персонажа. У него волосы, видно, отключены были. Да, я уже не помню даже, как он был сделан. То есть как сделан был, помню. А что в нем импортировалось, я понятия не имею. Вот такая вот анимация у него была сделана. То есть имея персонажей, они у вас где-то хранятся на компе. Давайте подведем итог. Работать в AimeS Studio Pro нужно так. Вы создаете в отдельных файлах персонажа, максимально настраиваете его, как вы предполагаете, что он будет работать. Если что, то все равно придется настраивать. Без этого не бывает. Но все равно максимально его настраиваете, и потом просто-напросто импортируете в ваш проект, в ваш мультфильм, как-то соединяете и так далее. Тем самым файл, рабочий файл, который у вас представлен здесь, и сам персонаж, они развязаны. Вы его можете случайно испортить, импортируете заново, и персонаж у вас полностью под защитой. Вот об этом я сегодня хотел поговорить. На это я хотел потратить время, потому что это важно. Ну что ж, я надеюсь, мой видеоответ на ваши вопросы был вам полезен. И до встречи в новых уроках. Пока.